Территория права Ольга Александровна Портновой 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 Иждивенцы, наследодатели, которые не менее года находились на его иждивении, и они также могут наследовать наравне с призываемой очередью, если такие основания его признать иждивенцем есть. Вот иждивенцы, Ольга Александровна, а кто еще может претендовать на обязательную долю в наследстве? Я так правильно понимаю, что именно иждивенцы и какие-то еще категории есть? Иждивенцы в том числе, да, они могут претендовать на обязательную долю. Кроме этого, на обязательную долю претендуют наследники, могут претендовать наследники первой очереди, нетрудоспособные по возрасту или по состоянию здоровья, это дети, супруги, родители, наследодатели. То есть если к моменту смерти они являлись нетрудоспособными, то есть это пенсионный возраст по сроку, по годам, да, это наступление инвалидности. То есть если у гражданина есть инвалидность любой группы, первая, вторая, третья не имеет значения, то есть он также может быть признан, вернее он признается обязательным наследником, а уж желание получить эту обязательную долю зависит только от самого наследника. Если он хочет, он претендует, подает заявление об этом, и эта доля ему будет определена, высчитана и выдано в качестве свидетельства тоже о праве наследства. А также недееспособные, это малолетние дети наследодателя, да, несовершеннолетние, также недееспособные, если они признаны таковыми, недееспособные. Скажите, пожалуйста, а вот обязательная доля в наследстве, она идет плюсом, если человек этот же упомянут еще и в завещании? Расчет обязательной доли ведется прежде всего из незавещанной части имущества. Соответственно, здесь определяется не только круг наследников, который имеет право претендовать на наследство для расчета обязательной доли, тоже это необходимо, а также определяется наследственное имущество, из чего оно состоит, и его стоимость наследственного имущества. И определяется, какое имущество завещано, какое осталось незавещано, составляется расчет обязательной доли, то есть там целые формулы по расчету этой доли. И в результате этого расчета мы понимаем, достаточно ли для погашения обязательной доли незавещанной части имущества, и тогда завещанное имущество поступает только наследнику, которую помянут в завещании. Если же незавещанной части для погашения обязательной доли не хватает, тогда распространяется и на завещанное имущество требование этой обязательной доли. Опять же повторюсь, это право наследника обязательного требовать выделения обязательной доли, либо отказаться от нее и не воспользоваться своим правом. Спасибо большое. Рабочее время всегда ответит на ваши вопросы, поэтому возьмите себе на вооружение еще и телефоны эти. Мы продолжаем. Ольга Александровна, что такое наследование по завещанию? Означает ли это впрямую, что если есть завещание, и человек принимает его, исходя из этого документа? Значит, завещание – это одно из оснований наследования. Наряду с наследованием по закону, законодатель предусмотрел возможность любого человека сделать завещание в чью-либо пользу. Круг наследников по завещанию определяет сам наследодатель, то есть он своим волеизъявлением определяет, кому же он хочет оставить свое имущество. Это не обязательно могут быть лица из числа наследников по закону, это могут быть и посторонние лица, либо наследники по закону, но не из первоочередных, допустим. Например, есть дети, супруг у наследодателя, но он решил какой-то объект завещать своему брату, который не является наследником первой очереди, и если бы завещание не было, он бы не был призван к наследованию. В данной ситуации наследодатель определил свое волеизъявление и определил, что конкретный какой-то объект или какая-то доля объекта достанется его наследнику, который по закону не является первоочередным. Поэтому завещание, оно как бы позволяет наследодателю распорядиться своим имуществом, скажем так, изменив нормы наследования по закону, то есть изменить круг наследников, который будет призван. Но вот все равно же завещание не такой абсолютный документ. Вот завещал, к примеру, там, другу своему машину, а есть еще и наследники по закону. Обязательные наследники. Тут имеется в виду, что именно обязательные наследники, которые могут претендовать на имущество, которое завещано не в их пользу, как уже только что сказал, это дети, супруги, родители, нетрудоспособные по возрасту, по состоянию здоровья или еждивенцы, наследодатели. Если таковых нет, то, значит, наследником будет указанный друг. Если таковые имеются, но их доля будет покрыта из незавещанного имущества, опять же, друг получит то, что ему завещал непосредственно наследодатель. Хорошо, Ольга Александровна, а что значит фраза в завещании «лишаю наследства, грубо говоря, детей, а оставляю свое наследство братьям, сестрам»? Или это будет недействительное завещание? Нет, почему действительно завещание? То есть завещание, одним из пунктов завещания может быть распоряжение о лишении наследства. Но если мы говорим об обязательной доле, то в данной ситуации, даже если будет такое завещание с такой формулировкой о лишении наследства своих детей или супруги, но они будут к моменту наследования подпадать под статью 1149, которая как раз определяет круг обязательных наследников, и они будут отвечать этим требованиям, то есть пенсионный возраст, инвалидность, несовершеннолетие, недееспособность, то независимо от этого в любом случае они смогут претендовать на обязательную долю, поскольку это норма императивная, законодатель это предусмотрел, и в данном случае даже такое понятие, как свобода завещания, не может изменить вот эту вот норму об обязательных наследниках. Спасибо большое. Задам вопрос от телезрителей. Людмила Станова спрашивает, сколько времени с даты смерти владельца имущества можно не вступать в наследство, и как надо платить налог на землю с момента смерти или с момента вступления в наследство? Ответите, пожалуйста. Законодатель определяет срок принятия наследства. Срок принятия наследства у нас 6 месяцев. Определено законодательство, за исключением некоторых случаев, когда возникает право наследования в результате отказа от наследства первоочередных, там сроки наследства увеличиваются еще до 3 месяцев, на принятие наследства дается время. Если этот срок, предусмотренный законодательством, наследники пропустили, не подали заявление вовремя, то нотариусом принимается как безусловный факт принятия наследства, это справка наследников о совместной регистрации по месту жительства с наследодателем. В этом случае, независимо от того, когда наследник обратится, может пройти и полгода, и год может пройти, и два года пройти, но если наследник был зарегистрирован на момент смерти с наследодателем совместно по одному и тому же адресу, то он будет считаться принявшим наследство. И такой документ, как совместная регистрация, справочка, будет достаточно для того, чтобы нотариус и по истечении установленного 6-месячного срока принял заявление, открыл наследственное дело и без каких-либо других, скажем так, без обращения в суд наследников, мог провести наследственное дело. Если такой документа нет, если подтверждения нет о совместной регистрации, то наследник, который пропустил срок принятия наследства, необходимо ему будет обратиться в суд для либо восстановления срока для принятия наследства, либо для установления факта принятия наследства. И после того, как решение суда будет вступить в законную силу, то есть нотариус может считать наследника принявшим наследство и, опять же, продолжать введение наследственного дела. Если есть, например, несколько наследников, и кто-то из наследников вовремя подали заявление, приняли наследство, а кто-то из наследников вовремя не подал заявление, не сделал этого, то в этом случае, если спора между наследниками нет, и если те, кто принял вовремя наследство, согласны включить наследников, пропустивших срок принять наследство, в свидетельство о праве наследства, чтобы они приняли тоже наследство согласно, то по их согласию заявление оформляется, и тогда пропустившие срок наследники не требуют обращения в суд, они также будут уже, собственно, в числе наследников. А если спорный вопрос, один наследник согласен вписать, другой нет? Тогда, значит, в суд. Тогда в суд. Даже если один против, то все равно... Да, как только возникает какой-то спор, как только возникают какие-то между собой несогласия, то это уже только в судебном порядке решается вопрос. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и есть еще время для ваших вопросов, уважаемые телезрители. 202.11.22. Дозванивайтесь, пожалуйста, задавайте вопросы свои. Ну, а продолжаю я вопросы от телезрителей. Наталья, знакомая. Бабушка хочет оформить договор дарения квартиры на мою маму, но у бабушки есть дочь, которой она не хочет ничего оставлять. Может ли дочь оспорить договор дарения после смерти бабушки? Ну, а что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, конечно, договор дарения такой оформить можно, но в этой ситуации нужно помнить о том, что лицо, которое получило в дар, оно будет обязано платить налог с подаренного имущества. Это первое. Если не родственник. Если не является близким родственником. Поэтому это первый момент. И он существенный, раз вы об этом говорите. Ну, конечно, существенный, потому что в любом случае, хоть это единоразовый налог, но он может быть значительным, поскольку этот налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости имущества, соответственно, там считаются налоговые, и если это имущество имеет хорошую кадастровую стоимость, то и размер налога тоже будет значительным. Второй момент, то, что может ли оспорить. Ну, естественно, чтобы оспорить, должны быть какие-то основания. И должны какие-то быть предъявлены документы, доказательства, которые подтверждают, что есть основания признать данную сделку недействительной. К примеру, доказать, что бабушка, возможно, не понимала, о чем идет речь, не понимала, что за документ она подписывает, либо была введена в заблуждение, либо страдала какими-то заболеваниями, которые явно препятствовали ей просто адекватно воспринимать эту ситуацию. То есть если это возможно будет сделать со стороны дочери, если она сможет эти документы представить, либо какие-то доказательства обосновать, тогда уже это суд будет принимать решение, признать сделку недействительной или не признать. То есть однозначно сказать нельзя, что если постороннему человеку подарили, то эта сделка будет признана недействительной. Спасибо большое. У нас есть звонок от телезрителей. Алло, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас в прямом эфире. Говорите, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите ваш вопрос, пожалуйста. Зовут меня Александр. Я вот хочу спросить. Молодой человек, ну, ребенок был. Он жил с бабушкой и с дедушкой. Мама его оставила, ну, своя жизнь у ней. Она вышла замуж, детей имеет. И вот ему уже 20 с лишним лет. Он работает, как жил с бабушкой и с дедушкой, похоронил их. Вот. И как вот, а у мамы брат родился, в общем, она замуж вышла, родился братишка. И вот как делиться это все будет. А что это? Ну, он жил у бабушки с дедушкой. Квартира бабушки и дедушки. Есть дополнения какие-то, Ольга Александровна? Ну, у меня вопрос. Бабушка, дедушка, это родители вот этой мамы, мальчика? Да, да, родители мамы. Ну, в данной ситуации, если бабушка с дедушкой умерли, и если их дочь, то есть мама, интересующая у вас молодого человека, она жива, то наследницей является она по закону, а не внуки. Если только не было сделано завещание. Соответственно, если завещания нет ни от бабушки, ни от дедушки, на внука. Да, в пользу внука. То наследниками являются дети умерших. То есть дочь. То есть дочь. Ну, соответственно, если там кто из бабушек, бабушка, дедушка, они, вероятнее всего, не одновременно умерли. То есть кто-то один из них первый умер, кто-то потом уже. И после первого наследником являлись дети и супруг, да, переживший. Второй умирает, а после него остаются дети. То есть если у этой мамы больше никого из братьев, сестер нету, то она единственная наследница, и будет наследовать она, а не внуки. Если было же завещание составлено в пользу внука? Если было составлено завещание в пользу внука, то тогда наследником по завещанию будет внук. Мама, если она не является пенсионеркой, либо инвалидность имеет, то она может претендовать на обязательную долю, о чем мы уже сегодня говорили. Если инвалид или пенсионного возраста. Если инвалидность имеется. Если не то, не то, то квартира полностью остается. То тогда, значит, имущество, которое у бабушки с дедушкой, если они завещали на внук, то, значит, внуку перейдет. Спасибо большое, Ольга Александровна. Я повторяю телефоны, собственно, вы сейчас их и видите на экранах. 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста, задавайте вопросы свои. Воспользуйтесь такой возможностью нашим прямым эфиром программы «Территория права». Следующий вопрос. Может ли мой дедушка оформить дарственную квартиру на меня, находясь в другом городе? Договор дарения – это сделка двусторонняя. Соответственно, при подписании договора должны присутствовать обе стороны. И даритель, и одаряемая. В одном месте подписывается договор, подается на регистрацию документы, и происходит переход права. Соответственно, необходимо либо лично спрашивающий телезритель поехать в тот город, где находится квартира и дедушка, и оформить этот договор лично, либо воспользоваться таким механизмом, как доверенность, и выдать кому-то представителю какому-то, кто либо туда поедет за нее, либо он, может быть, там находится, этот человек, кто вместе с дедушкой пойдет, и от ее имени будет подписывать договор, выполнять все формальности. Ну, а доверенность, соответственно, можно уже оформить там, у нотариуса, в другом городе. Нет, а где находится доверитель, да. То есть вот у нас спрашивающая телезрительница, где она живет, она может обратиться к любому нотариусу и оформить такую доверенность. То есть доверенность принять. То есть даже на постороннего человека, но самая главная доверенность от слова доверие. То есть кому-то доверяешь, чтобы сделали эти действия за тебя. Да, да, да. Ну, в данной ситуации доверенность будет на принятие в дар, то есть принять в дар какое конкретное имущество, подписывать документы, подписывать договор, подавать на регистрацию, получать документы после регистрации. То есть это позволит ей не ездить в тот город, если есть возможность доверить какому-то человеку, который вместо нее вместе с дедушкой пойдет и эти все формальности уладит. Но в любом случае этот договор дарения подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Это делать лучше и нужно всего у нотариуса. Нет, в данной ситуации, если мы говорим о том, что квартира целая дедушке, если принадлежит, то обязательного нотариального удостоверения такой договор не требует. В данном случае законодателям предусмотрена возможность в простой письменной форме данный договор оформить и подать на регистрацию. То есть дедушка пишет от руки, я дарю квартиру своей внучке. Ну, наверное, все-таки не от руки. Вы сказали в простой письменной форме. Простая письменная форма, это подразумевается, да, печатается договор просто без удостоверения у нотариуса, то есть либо сами граждане, если они могут и владеют техническими средствами, знают юридическую природу этого договора и могут составить текст договора, то есть они могут это лично сделать самостоятельно, либо обратиться к кому-то, кто поможет им сделать профессионально этот договор составить, и уже с самим договором обращаются в органы МФЦ и подписывают, подают на регистрацию вот в таком виде. То есть нотариального удостоверения он обязательно не требуется. Если речь будет вестись о том, что дедушке принадлежит не целая квартира, а только доля в этой квартире, и он хочет эту долю подарить нашей телезрительнице, в этом случае, да, при распоряжении доли квартиры договор будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению и необходимо будет обратиться к нотариусу. Уже непосредственно. Да. Спасибо большое. Напоминаю, это прямой эфир программы «Территория права» Ольга Александровна Портнова. Нотариус Красноярского района на сегодня отвечает на ваши вопросы, уважаемые телезрители, отвечает на мои вопросы. Вот следующий вопрос. Оксана спрашивает, четыре года назад умер отец моего мужа. По наследству осталась квартира и дом, есть еще наследники. Брат, сестра и мать. Три года назад муж и его брат написали отказ от наследства, так как мать обещала отдать квартиру мужу подарственной, но не сделала этого. Более того, она сама до сих пор в наследство не вступила. Может ли сейчас мой муж написать заявление на вступление в наследство? В квартире поживаем я, муж и трое наших несовершеннолетних детей. Все прописаны в этой квартире. Ну, на самом деле, если муж, да, наследник, он написал официально отказ от наследства, этот отказ был подан нотариусу в наследственное дело, то, к сожалению, сейчас уже ничего забрать назад нельзя будет. То есть этот отказ, он не может быть отозван или отменен какими-либо там заявлениями, новыми волеизъявлениями. И независимо от того, что была какая-то договоренность с мамой, да, то, что мама там обещала ему в дальнейшем подарить этот отказ, никак не может быть изменен, поскольку отказы это безусловные, так скажем, действия. То есть они, отказ это не зависит от договоренности, что кто кому пообещал, какие-то были свои мотивы, да, обстоятельства. Сегодня они одни, завтра они другие. Да, совершенно верно. То есть предполагается, что если наследник отказывается, ему просто ничего не нужно от имущества. Поэтому в данной ситуации, если отказ именно был официально оформлен, а не на словах, то вернуть уже, да, ничего нельзя. Спасибо. А у нас есть звонок, и мы вас приветствуем, уважаемые телезрители. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Поговорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если имеет завещание, как оформлять собственность после смерти родителя квартиру? Спасибо. Да, понятен вопрос? Да, понятен. Ну, в любом случае, это общий порядок оформления. Независимо от оснований наследования по закону вступает или по завещанию, также законодательно предусмотрен общий срок для принятия наследства 6 месяцев. Соответственно, в течение 6 месяцев с момента смерти, то есть не дожидаясь, когда 6 месяцев истечет, а в течение 6 месяцев необходимо обратиться к нотариусу по месту регистрации умершего на день смерти, то есть где проживал умерший, был прописан, зарегистрирован постоянно. К любому нотариусу в этом нотариальном округе обращается наследник. Подается заявление о принятии наследства, представляется завещание, которым было сделано распоряжение, и, соответственно, представляются те документы на то имущество, которое завещано вам, что там будет указано в завещании какое имущество. Вот документы, подтверждающие право собственности наследодателя на эти объекты вы также представляете нотариусу. Ну, естественно, по возможности, если они есть, если они в наличии, не утрачены, то приносятся документы на прием, нотариус уже смотрит, оценивает и принимает решение о достаточности этих документов для оформления. То есть заявление можно подать при наличии любых документов, вплоть до просто прийти с паспортом и сказать, что вот умер такой-то, такой-то свидетельство о смерти представить, и этого достаточно будет. Все остальное можно приносить уже и в течение срока, либо в течение шестимесячного срока. То есть заявление подаете, тем самым вы как бы выполняете вот этот момент фиксации, что вы вовремя не пропустили срок и подали заявление. Спасибо большое. Вот такой вопрос. У бабушки было два сына, один из них мой отец, который уже погиб. Она живет в доме, который был приватизирован, а в приватизации участвовали бабушка, ее умерший муж и мой погибший отец. Сейчас она живет в этом доме одна и нест, и собирается отписать его в пользу второго сына, который не участвовал в приватизации. При этом мне бабушка говорит, что я не имею права на дом и ничего не получу. Скажите, имею ли я право на дом или какую-то его часть? Ответьте, пожалуйста. Ну, в этом вопросе мне бы хотелось, конечно, уточнить некоторые детали, поскольку имеет значение, во-первых, оформлялись ли наследственные права после дедушки, после отца, поскольку если у отца была своя доля в этом доме, то наша телезрительница как дочь имела право на принятие наследства после отца, да, этой доли. И, опять же, мы не знаем, сделала она это, либо не сделала. Если, к примеру, скажем, такая ситуация, что она не приняла наследство и бабушка там ничего не оформляла, но бабушка была зарегистрирована совместно и на момент смерти своего супруга, и на момент смерти своего сына, а дочь умершего не была там зарегистрирована, то в этом случае у нас бабушка приняла все наследство после всех, потому что она являлась наследницей первой очереди и после мужа, и после сына она тоже первая очередь наследником. А дочь умершего пропустила срок принятия наследства. В этом случае, либо если она желает, она может в судебном порядке обратиться для восстановления срока или установления факта принятия наследства, либо с согласия бабушки принять наследство после отца. И тут еще тоже есть нюанс, кто из них первый ушел из жизни, отец, либо дедушка. То есть если отец первый ушел из жизни, в этом случае после смерти дедушки телезрительница, как внучка, тоже могла претендовать на наследство по праву представления. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Благодарю всех участников нашего телевизионного, можно сказать, нотариального такого разбора и процесса. Спасибо большое вам, Ольга Александровна, за ваши, как всегда, квалифицированные профессиональные ответы. Ну и следите за анонсами и звоните, и присылайте свои вопросы, они обязательно попадут в эфир. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин